А с вами в эфире передача Man's News И мы ее ведущие Лисин и Лидовский Анатоль, кстати, а что это ты сегодня так вырядился, как будто на свадьбу собрался? Да нет, ты что, я просто классические вещи приобретаю Ты разве не знаешь, что 3 декабря 2011 года состоится ежегодная церемония вручения премии признания года 2011 По версии телеканала М-Телевизион Да, ну и что там будет? Ну, эта премия вручается наиболее популярным и любимым, по мнению жителей города, бутикам, салонам красоты, ночным клубам, ресторанам, барам, магазинам одежда, обуви, белья и фитнес-центрам Голосование будет проходить в различных заведениях Уфы Принять участие в голосовании сможет любой желающий То есть ты приходишь в парикмахерскую или магазин, или в кафе, выпиваешь кофе и краем глаза замечаешь красный ящик с надписью Премия года 2011 А рядом стопку бюллетеней с перечнем номинантов Все! Ты можешь принять участие в голосовании, причем без паспорта, не так, как на выборах в Думу Не хочешь выходить из дома? Тогда голосуй на сайтах МТелевизион, Фейсбук или ВКонтакте Кстати, Жень, ты знаешь, что признание года это очень масштабный проект и будет много известных людей Да, наверное, среди них будут такие, как Харрисон Форд, Джулия Робертс, Роберт Де Ниро, Аль Пачино Нет, их, к сожалению, не пригласили, но я знаю, что Тарзан будет точно Вау! Ну тогда будем с нетерпением ждать этого события Бренд-эксперт в покорении девичьих сердец АКС открыл виртуальные двери своего нового проекта Его участники могут получить ценные откровенные советы в обращениях с девушками самыми приятными способами Очаровательные носительницы знаний будут делиться секретами обольщения в формате видеоуроков Бесподобные училки, причем, чтобы было легче постигать азы соблазнения Они будут представлены брюнеткой, блондинкой и огненно-рыжей бестией Кстати, тебе какие больше по вкусу? Знаешь, я больше блондинок люблю Отличный выбор, потому что одно удовольствие обучаться у такой девушки Ведь игра с окружающими – ее призвание Импульсивная брюнетка быстро даст понять, кто здесь главный А неприступная рыжая учительница в деловом костюме будет строга ко всем Ну это какие-то твои эротические фантазии Нет, это темы предстоящих уроков Учебный план раскроет все секреты соблазнения От того, как делать небанальные комплименты до приготовления правильного завтрака Предусмотрены и более практичные темы Например, массаж, поцелуи и даже по поводу извечных сложностей застежка бюстгальтера Обостительным учительницам Акс есть что посоветовать Знаменитый австрийский теннисист Юрген Мельцер Входящий в топ-десятку мирового рейтинга ATP Совместно с Джей Лиманс открывает свою собственную именную коллекцию спортивных часов Хронометры, на циферблате которых будет значиться имя Йорген Мельцер В самом скором времени начнут продаваться по всему миру Президент компании Джей Лиманс Альфред Ридл Вдохновленный предстоящим сотрудничеством Сказал, если два всемирно успешных игрока удваивают игру То это будет превосходная партия Контракт с теннисистом подписан до 2013 года Извините, а вы не подскажете, который час? А, конечно 15... А! А! Шестого Чего? УЕФА приняло решение запретить любое использование рекламы табачных изделий На предстоящем чемпионате Европы Который уже меньше чем через год состоится в Украине и Польше Возможно, позднее это коснется и других футбольных соревнований К акции подключили всемирно известную организацию здравоохранения Которая, естественно, вынесла положительное решение И научно обосновала такой запрет По словам президента Европейского футбольного союза Мишеля Платини Это сохранит здоровье зрителей и участников Не исключено внедрение такого правила на прочих турнирах под эгидой УЕФА Прежде всего, матчах Лиги Чемпионов Любопытно, что в Донецке на Донбасс-арене уже существует подобный запрет Введенный независимо от рекомендаций УЕФА Аршавин! Куда ты бежишь? Кто так играет? Павлюченко дай ему по... Что ты творишь? Вы че больные все? Че надо? Че? Извините, здесь курить нельзя Да ты че обалдел? Я известный тренер, я! Причем тут известный тренер? Это спортбар для некурящих Если волосы растут на лице, значит это кому-то нужно Давайте познакомимся с историей бороды А потом узнаем ее преимущества и недостатки С древних времен мужчины носили бороду Но Петр Первый издал указ, запрещающий растительность на лице Как это не страшно звучит, но растительность буквально вырывали с лица тех, кто был не согласен с новыми порядками Затем закон смягчили и ввели налог на бороду Таким образом борода стала природативой духовных служителей С тех пор много воды утекло, но большинство мужчин по-прежнему бреется, не подозревая, что борода приносит пользу Она играет роль терморегулятора в нашем организме В ней задерживается воздух и зимой в ней теплее А летом борода предохраняет мозг от чрезмерного перегрева, тем самым оберегая вас от солнечных ударов и недомоганий на жаре Теперь вы знаете, чем полезна борода Носить или не носить, вот в чем вопрос, который предстоит решить каждому мужчине А я вам дам простой совет Парни, либо носите бороду, либо нет А я, между прочим, говорил тебе, что надо отрастить бороду О, спасибо, братан, что ты заботишься, чтобы я не замерз зимой Нет, на самом деле это нужно было сделать до того, как твой мозг сварился в жару Ювелирные украшения и мужской пол уже давно не противоположные понятия А довольно весомый аксессуар для сильного пола Естественно, украшения должны быть подобраны со вкусом Отвечать критериям сдержанности, дабы не привлечь повышенное внимание И не сделать их владельца похожим на новогоднюю елку А начать стоит с наручных украшений Часов, браслетов, перстней Актуальными будут золотые, платиновые и серебряные изделия Соответствующие комплекции владельца Перстни принято подбирать в соответствии с часами или браслетом Цепи на шее не только признак леких 90-х Но еще один способ подчеркнуть индивидуальность Как никогда стали актуальны мужские бусы Бывают и такие С массивного вида крестом Которые подойдут под любое проявление кэжл стиля Ну и наконец, самый противоречивый ювелирный аксессуар Мужчин это серги При их выборе стоит учитывать форму лица и ушей А еще ориентацию Голубая луна Всему виной Голубая Да Вопрос терзающий миллионы водителей Как сэкономить на бензине? Сливать у соседа? Нет Захватить бензоколонку? Нет Ну тогда можешь на роликах кататься? Нет Нет, нет, нет Ату В условиях бесконечного подорожания горючего Полезно знать приемы, которые помогут избежать лишних затрат на содержание автомобиля Конечно, так называемые приемы экологичного вождения знакомы многим водителям Например, плавный старт со светофора без отжига резины Экономит не только нервы окружающих, но и ресурсы мотора и бензина Мы предлагаем еще несколько Первый из них – следи за аэродинамикой Экономить топливо помогает и хорошая аэродинамика машины Если автомобиль не обладает плавными формами, снизить сопротивление воздуха можно за счет снятия с кузова различных мелких деталей Как то багажника на крыше, крепление для перевозки велосипедов и свадебная кукла на капоте Чаще убирайтесь в салоне В салоне не должно лежать то, что давно уже пора было выкинуть или возможно было отвезти в гараж Лишний багаж только увеличивает вес машины, что в свою очередь повышает расход топлива Проверяя шины, наполовину сдутые покрышки увеличивают не только шансы попасть в ДТП, но и потребление бензина Расход топлива в этом случае может увеличиваться на 3% Используйте кондиционер расчетливо Кондиционер или климат-контроль – вещи, конечно, незаменимые, но по статистике охлаждение воздуха в машине способно повысить расход топлива на 100 км до 1 литра Так что используйте благо цивилизации по мере необходимости Снижайте количество оборотов в минуту Для МКПП переключать передачу стоит чуть раньше – в районе 2500 оборотов в минуту для бензиновых моторов и 2000 оборотов в минуту для дизельных Еще один способ сэкономить ценные литры – это выключать двигатель в пробках Ну, тут уж без комментариев Планируйте маршрут, чтобы не нарезать круги по незнакомой местности, лучше заранее спланировать оптимальную трассу продвижения К тому же в настоящее время уже появились умные навигаторы, которые помогут добраться до пункта назначения с минимальными расходами топлива Следи за дорогой, ведь экстремальное торможение также расходует драгоценные литры топлива Ну, а если в машине есть такая полезная функция, как круиз-контроль – пользуйся Ну и самый, пожалуй, эффективный способ сэкономить топлива в нашей стране – это ходить пешком Полностью согласен Кстати, об аккуратной езде Дорожное транспортное происшествие, которое произошло в Монако, без преувеличения можно назвать аварией года В результате происшествия пострадали 5 шикарных автомобилей Это Bentley, Ferrari, Mercedes, Aston Martin и Porsche Виновницей торжества стала блондинка за рулем голубого кабриолета Bentley Все машины получили серьезные повреждения Aston Martin лишился крыла, фары и бампера У Mercedes повреждена задняя часть А Porsche и вовсе оказался зажат между искорежной машиной и клумбой В любом другом месте авария с участием хотя бы двух подобных авто стала бы сенсацией Но и в Монако куча мала из пяти престижных автомобилей вызвала настоящий ажиотаж И собрала толпу зеван А с вами была программа Мэнд Ньюс на МТелевизион Держитесь, мужики! Кстати, Женя, а что у тебя в руках ерунда какая-то? Это не ерунда Это сверхновое, ультрамодное и очень современное оружие А зачем оно тебе? Я пошел охотиться на уссурийских тигров Зачем? Я просто слышал, что на вручении премии признания года введен дресс-код И необходимо обязательное наличие тигровых тонов в одежде Нет, ты только уссурийских тигров не трогай Их же так мало осталось Не надо, лучше что-нибудь другое придумать Хорошо, мне нужна твоя одежда До свидания, дорогой телезритель! Субтитры сделал DimaTorzok